Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу второго послания апостола Павла к Каримфинам. В качестве вступления следует сказать, что это одна из самых прекрасных книг Нового Завета и, может быть, лучшее, что остается среди посланий апостола Павла. Это послание примирения. Оно является продолжением того, о чем говорилось в первом послании, и, вероятно, возникла проблема. За это время в Каримф приходят странствующие проповедники, некие суперапостолы, которые сеют смуту в рядах общины. Они подвергают сомнению авторитет апостола Павла, более того, клевещут на него, говоря, что он не только не является апостолом и не имеет никаких полномочий, но, кроме того, еще заставляет вас собирать деньги, которые якобы отправляются в Иерусалимскую общину, а на самом деле он их присваивает себе. И вот эта клевета посеяла большую смуту в общине, и среди коринфян были люди, которые поддались этому смущению, другие были против. И для того, чтобы выяснить окончательно отношение между апостолом и этой общиной, разобраться, кто есть кто, пишется это второе послание апостола Павла. Между тем, становится понятным, что большинство общины остается на стороне апостола, а хулители изгнаны вон, отлучены от церкви. И, как мы увидим, апостол Павел предлагает общине принять обратно через покаяние с примирением, принять своих собратьев, потому что, если не происходит всего общего примирения, то не бывает примирения вообще никакого. Поэтому это послание – послание примирения. Кроме того, здесь пишутся самые прекрасные слова о том, что такое апостольское служение. Поскольку дело доходит до того, что требует у апостола Павла верительный грамот или служебного удостоверения, на каком праве ты считаешь себя апостолом и проповедуешь нам, то он вынужден оправдать свое апостольское служение, то есть самому себе сформулировать, в чем же состоит его призвание и служение. Это самые прекрасные страницы, посвященные апостольству. Начинается это послание, как и все послания апостола Павла, традиционными фразами сначала приветствия, потом молитвы, благодарения или благословения, и кратким описанием тех обстоятельств, в которых находится сейчас апостол, когда пишет это послание. Оно начинается словами приветствия Павел, автор, «Волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Поскольку послания писались на свитках, свиток запечатывался, то на крайних обрезах свитка писали имя отправителя и имя адресата. Апостол Павел себя представляет как апостол, поставленный Божьей волею, и это уже говорит о том, что он не просто самозванец, он уполномоченный посланник Господа Иисуса Христа, воскресшего. Выражение, которое здесь употребляется, «Церкви Божией, пребывающей в Коринфе», стало общепринято с тех пор, очень часто говорят, «Церковь Божия, пребывающая в России или в какой-то другой стране». Именно так обращается апостол Павел к общине Коринфа. И как мы видим, что помимо общины Коринфа возникают еще аналогичные общины в соседних городах, и, вероятно, по всему Пелопонесу, Ахайя – это Пелопонеса. Поэтому апостол Павел обращается не только к горожанам, но и также ко всем, кто находится в каком-то духовном родстве с этой общиной. Благодать и мир от Бога, Отца нашего Иисуса Христа. И дальше слова «благодарение». Это немножко необычно, потому что обычно произносят слова «благословение», для того, чтобы расположить к себе слушателя. Вот поскольку разговор предстоит очень серьезный, на чистоту, и нужно сохранить мир и постараться, чтобы тебя услышали, письмо начинается со слов, которые должны расположить адресата. И здесь апостол Павел идет по пути благодарения. Его цель – пригласить своего адресата в какой-то круговорот благодарения, молитвы хвалы, словословия, которые наполняют всю Вселенную. То есть вот такая вселенская Евхаристия, в которую апостол Павел приглашает войти в своих духовных чад и уже, оказавшись там, внутри благодарения и непосредственно предстоя перед лицом Бога, расставить акценты и прочитать ту историю, которая была каким-то недоразумением между ними. «Хвала Богу» или «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всяческого милосердия и Бог всякого утешения. Он утешает и поддерживает нас во всех тяжких испытаниях и страданиях наших, чтобы и мы могли утешать пребывающих во всякого рода испытаниях тем утешением, которым Бог нас самих утешает». То есть начинается с того, что мы благодарим Бога, возносим хвалу за те благодеяния, которые Он нам посылает. И таким образом Господь посылает новые благодеяния, новые благословения, которые мы возвращаем в этой молитве благодарения. Получается вот такой круговорот благодати и утешения. Слово «утешение» является здесь ключевым, потому что утешение — это не только некая радость, которая наполняет сердце, не только эмоциональное состояние, но тоже какая-то внутренняя духовная сила. Господь дает свою силу для того, чтобы верующий человек, пребывающий в молитве, получал эту силу в момент своих испытаний, в момент страдания, для того, чтобы он эту силу мог передать другим. Видите, опять цепочка замыкается. Мы никогда не получаем благодать просто для самих себя, как индивидуальные потребители. Благодать — это то, что дается для того, чтобы ты мог умножить, передавая другим, и чтобы все это обратно возвращалось к Богу. «Ибо как множатся в нашей жизни страдания Христовы, так умножается через Христа и утешение для нас. Испытываем ли мы тяжкие муки? Для вашего это утешение и спасение. Оказываемся утешенными, и это совершается для вашего утешения, чтобы вы могли стойко переносить те же страдания, через которые проходим и мы». Вероятно, мы — это прежде всего апостол Павел, Тимофей, который упомянут в первых стихах, но и все апостолы, и в более расширительном ключе все христиане, весь народ святых. Мы все проходим через испытания, и каждый из нас становится сопричастником тех испытаний, через которые прошел сам Христос. И это осознание внутреннего общения, единства, что это часть великого целого, становится этим источником силы и веры. «И тверда наша надежда на вас. Мы знаем, что, разделяя наши страдания, вы обретете утешение». Действительно, в той мере, в какой мы способны утешить, укрепить малодушевствующего человека, тому, кому сейчас больно и трудно, мы сами в этом утешении получаем источник новой силы. И дальше апостол Павел сообщает новости о том, в каких обстоятельствах он находится, что происходит в его жизни. Некоторые вещи Тит, доставивший первое послание, им не мог рассказать, и поэтому апостол Павел намекает на те обстоятельства, через которые он прошел. Он нам не говорит, что именно с ним произошло, но он дает свою интерпретацию, как он воспринимает то, что с ним происходило. Традиционная формула апостола Павла «Не хотим вас, братья, оставить в неведении» о тех испытаниях, которые подвергались мы в Осии. Осия – это территория современной Турции, Малая Асия. И из книги «Деяний» мы можем догадаться, о каких чудовищных испытаниях идет речь. В какой-то момент против апостола Павла в Эфесе поднялся бунт, потому что ремесленники, которые изготовляли статуэтки богини Артемиды, вдруг оказались безработными, потому что было слишком много уверовавших людей, и поэтому их бизнес потерпел фиаско. И это вызвало протест, и дело дошло до того, что апостола Павла вызывают на стадион, в театр, где собирается 40 тысяч человек, которые предъявляют ему претензии. И если бы у апостола Павла рядом не оказались верные друзья, которые сами на себя взяли этот огонь и уладили конфликт, неизвестно, что бы с ним происходило. Поэтому испытаний было много, и вот одно из самых страшных – вот это. «Оно было неимоверно тяжелым, просто невыносимым, так что не чаяли мы и в живых остаться. Мы решили уже, что обречены на смерть. Но учиться нам надо было полагаться не на себя, а только на Бога, воскрешающего мертвых. Он и избавил нас тогда от такой великой напасти, и еще не раз избавит». Здесь одним из ключевых слов является слово «скорбь и испытание». Мы не знаем, что конкретно происходило, но через это проходят все верующие люди. Нечто ложится на твои плечи нестерпимым бременем, которое может тебя уничтожить, раздавить. И лишь только силы воскрешего Христа тебя способны поддержать и избавить от этой опасности смерти. То есть схема, через которую проходит каждый верующий, такая же, как судьба трех отраков, которые оказались в печи огненной. Там, где ты оказываешься посреди смерти, в огне, под бременем испытаний, сила воскрешего Христа тебя избавляет, и ничто другое. И ты сам не знаешь, как это произошло. Но то, что Господь совершил для тебя в прошлом, в действительности является лишь залогом и каким-то предвосхищением того, что Он совершит для тебя в будущем. Поэтому апостол Павел говорит, что Его благодарение Его и в Христе не только за те избавления, которые Господь совершил, но и то, что Он совершит в будущем и еще не раз избавит. Тот, на кого мы надеемся, спасет нас и впредь. При этом и вы поможете нам своей молитвой, дабы из многих уст вознеслось о нас благодарение Богу за милость, дарованную нам по молитвам многих. Тоже мы здесь с вами понимаем, что церковь – это некое общение святых, и все, что совершается в церкви, в судьбе каждого отдельного человека, совершается по общей молитве от того, что существует вот этот круговорот, круговращение, молитвы, благодарение, ходатайство, утешение внутри церкви. Дальше апостол Павел говорит о своих планах. Возникает проблема. Он обещал Коринфянам, что он приедет в город для того, чтобы уладить какие-то конфликты, но он не приехал. Вместо этого направляет послание. Почему он выбрал именно послание, мы сразу с вами не сможем понять. В действительности между Эфезом и Коринфом было три дня пути. На корабле можно было переплыть в море, и ты оказываешься на противоположном берегу, в Коринфе. Поэтому всего лишь неделя на то, чтобы съездить туда и обратно, и уладить все дела. Но апостол Павел предпочитает все-таки письменный жанр. Коринфяне обижаются, и мы в этом послании услышим их огорчение. Они упрекают апостола Павла, что вот тебя никогда нет рядом, когда нам нужна твоя помощь, тебя нет. Поэтому имеешь ли ты право нам вообще писать письма, когда тебе нет нужной момента, это еще большой вопрос. Но вот апостол Павел пытается оправдаться и примириться с коринфянами. Он касается самого деликатного момента, момента гордости. Чем можно хвалиться и чем можно гордиться. Мы знаем, что в Коринфе это была проблема. Среди общины были разделения. Одни считали себя более сильными, более харизматичными, одаренными. А на других смотрели свысока. И поэтому вопрос, кто чем может гордиться и возвышать себя. И апостол Павел говорит, нам есть чем гордиться. И совесть наша в том порукой, что не по мудрости человеческой, а по Божьей благодати мы всегда в этом мире, особенно с вами, братья, вели себя простодушно и искренне, как тому Богу угодно. И в том, что мы пишем вам, нет ничего, кроме того, что вы читаете и понимаете. Надеюсь, вы поймете до конца, раз мы уже начали понимать нас, что в день Господа нашего Иисуса вы сможете гордиться нами, равно как и мы вами. Здесь апостол Павел идет путем парадоксов. Во-первых, он расширяет рамки этого конфликта, потому что одно дело столкновение между конкретными лицами, но вот апостол Павел раздвигает эти границы и говорит о том, что самое главное не то, что сейчас с нами происходит, уже происходит примирение, и это прекрасно, но все-таки очень важно, что в день Господень, в тот момент, когда мы окажемся на пороге Царства Божия, постараться нужно сделать так, чтобы нам было не стыдно смотреть друг другу в глаза. И вот такой рефрейминг, когда расширяются рамки, сразу переносит конфликт совершенно в другие измерения и снимает очень многое напряжение. И прежде всего апостол Павел говорит, что читая это послание, не ищите в нем никакого второго дна, я с вами абсолютно искренен и прост. Искренность и простота – это такие синонимичные слова, которые, собственно, в какой-то мере отражают то, что Бог тоже нелицеприятен, искренен и прост с людьми. «Уверенный в этом, я хотел прийти к вам раньше, чтобы вы получили еще одно благословение, еще один дар, еще одну милость. Я рассчитывал пройти в Македонию через ваши места и на обратном пути из Македонии снова побывать у вас, а вы тогда проводили бы меня в Иудею». То есть план апостола Павла был на корабле вдоль побережья, подняться на север в Македонию, затем спуститься в Каринф и уже из Каринфа отправиться в Иудею с теми пожертвованиями, которые каринфяне собирают для иудейских христиан в Иерусалиме. «Был ли я легкомысленно в этих своих намерениях? И вообще, не предпринимаю ли я все как мирской человек? Так, чтобы да, да, мое было вместе с тем и нет, нет». Здесь есть текстуальная проблема, потому что в некоторых рукописях удваивается, говорится «да, да, нет, нет». В более древних рукописях просто «да, либо нет». То есть либо я к вам приеду, либо я к вам не приеду. Вот это удвоение говорит о том, что некоторые переписчики специально хотят почувствовать, что здесь какая-то скрытая цитата из Евангелия. Помните слова Господа о том, что пусть ваше «да» будет «да», ваше «нет» будет «нет», будет окончательным и недвусмысленным. «Но заверяем вас, как Бог всегда был верен, так и наше слово к вам никогда не было и «да», и «нет». Никогда не было двусмысленности. Точно так же, как Бог верен, и здесь еврейское слово «аминь» — то, на что можно опереться, положиться. Точно так же, как вы можете опереться на слово Божие, так же вы можете доверять и опереться на наше слово. Мы ручаемся вам в своей искренности. «Ведь и Сын Божий Иисус Христос, которого мы, то есть Силуан, Тимофей и я, проповедовали у вас, не был и «да», и «нет». Точно так же, как Христос без всякой фальши и лицеприятия, как это было проповедано в самом первом нашем путешествии вместе с Силуаном, как это было подтверждено в другие последующие путешествия с Тимофеем, и потом и без него, все остается неизменным. В нем неизменное божественное «да». Ведь сколько ни есть обещаний Божьих, в нем все они «да». Через него поэтому и наше «аминь» — Богу во славу. Укрепляет же нас с вами в нашей жизни со Христом сам Бог. Он совершил наше помазание, Он и отметил нас своей печатью, и дал нам Духа Своего в сердца наши, как залог грядущего. И здесь, как в музыке, очень много элитмотивов и тем, которые тесно переплетаются друг с другом, но в целом они образуют какой-то единый аккорд. И вот если выделить эти отдельные нотки, мы с вами уже сказали «аминь» — это абсолютная верность Бога своим обетованием. В самом начале Господь обещает свои благословения и нечто совершенно невообразимое в будущем. Он все это исполняет. И воскресение Иисуса Христа, которое является эпицентром Евангелия, фактически есть это «да» Бога, это есть его «аминь». Бог остался верен своим обещаниям настолько, что Он Сам явил Себя нам, открылся нам в Иисусе Христе. И когда Отец воскресил Сына, это было окончательное свершение всех тех обетований, окончательное «да» Богу, своему завету и своим верным. И от встречи с Иисусом Христом происходит след. Это остается как некое впечатление, несгладимый след. И следующий образ, который здесь употребляется, — слово «печать». И Бог ставит печать того, что эта встреча была подлинной, непреложной, печать Святого Духа. И эта печать ставится в наши сердца. Это лишь только залог еще каких-то больших чудес и того, что исполнится в окончательной полноте в последний момент. Поэтому здесь есть, например, интригующий образ залога. Вы прекрасно представляете, о чем идет речь. Когда вы совершаете какую-то сделку, то вы оставляете задаток и получаете в ответ расписку. Но в действительности, если обязательства не исполняются, то задаток не всегда возвращается. Поэтому здесь Бог нечто обещает и дает некий залог, некий задаток. Но не он получает расписку от нас, а сам дает расписку, в которой удостоверяет, что нет, это лишь залог, и в подтверждении всего все это исполнится. Поэтому вот эти понятия, которые были столь же понятными и коринфянам из их коммерческой жизни и торговых отношений, также они понятны и нам. «Призываю Бога во свидетели мне». То есть кто поручится за мою искренность и выступит гарантом. «Я потому только не приходил в Коринф, что вас щадил. Мы же не властвовать над верою вашей хотим. Вы в ней и сами тверды. Нет, мы трудимся вместе с вами для радости вашей». Здесь заявляется тема апостольства и авторитета. Что такое авторитет? Очень часто мы путаем слова власть и авторитет, потому что авторитет – это то, что позволяет человеку возрастать изнутри, возрастать духовно. Внешняя власть она всегда действует извне. И поэтому апостол Павел говорит, «Я не приходил к вам не потому, что я вас забыл или вас обманул. Нет, я просто не хотел оказывать никакого давления, поскольку та вера, которую мы в вас посеяли, она и так приносит плоды, и вы утверждаетесь в этой вере. И поэтому мы не хотели вам мешать. Мы не хотели мешать действию Бога в ваших сердцах, потому что мы не хотим властвовать над вами, мы не хотим внешней власти. Но мы хотим быть соработниками и служителями вашей радости, для того, чтобы у вас возрастала радость. Наша цель лишь только способствовать и быть скромным соработником тем трудам, которые совершает вас воскресший Христос. На портале экзегет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.